всем привет и так продолжаем писать игру крестики нолики на двух языках для чего это спросите вы да почему бы нет и вам в конце концов если вы вдруг новичок и не знать а на чем же мне начать программировать хотя бы попробовать то посмотрев эти видео я думаю вы немного определитесь на чем же начинать программировать но а какой язык лучше учить или какие языки лучше учить или стоит ли учить какие-то языки я думаю в конце всей этой серии мы об этом поговорим и так в прошлом видео мы создали я создал окошечки и на питоне и на языке си вот теперь просто окошечки а теперь приступим дальше к писанию нужных нам функций и так что нам надо но как минимум вот здесь крутится цикл и больше ничего не происходит а надо чтоб что-то происходило но как минимум чтобы очищался экран но для этого давайте-ка создание такой прототип функции на новую clear screen который будет очищать экран я ее внизу перенесу чтоб она вверху не мозолила глаза так есть дальше ну надо бы чтобы экран очищался каким-то определенным цветом для этого я создам небольшую структуру данных которая будет описывать данные цвета цвет тут в rgb то есть read green blue то есть это у нас будет перемена int rr int gb read green blue дальше создаем константу переменную которая будет хранить цвет цвет фона вот так и назовем basic ground color и и и и он будет у меня вот такой я так поиграл совпаянте нормально нормальный фон короче 58 78 71 есть теперь идем функцию clear screen clear screen так и нам надо мне и кое-что написать а мне мы напишем как раз непосредственно очистку так сет рендерер дроу колор и сюда мы передаем рендерер есть дальше надо передать он rgb и бы грамм колор и ббб грамм колор rgb вот ну и тут sdl она альфу еще просит вот такое вот значение если мы перейдем сюда там и 255 но это там прозрачность непрозрачность и вся фигня так подожди а что не так вода неправильно написал и надо вызвать вторую функцию sdl render clear есть теперь надо куда-то втулить вот эту функцию правильно 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 мы ее втулим вот самое начало цикла вот у нас наш игровой цикл крутится вертится шар голубой песня есть такая вот в начале цикла мы очистим тут обработаем какие-то входные данные и тра-ля-ля-ля-ля короче будет крутиться есть а давайте проверим смысле ошибка а сюда вот это надо передать но забыл бывает вот по моему не тот свет который я ожидал что то да это я очищаю а в конце sdl надо же это все нарисовать вот рендерер то что мы в рендерер на рендер или его надо отобразить во во все четко вот такой цвет есть работа дальше у нас уже есть очистка экрана и все такое теперь что нужно но я думаю нужно как минимум еще нарисовать наше поле так 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 нарисуем тут поле а потом перейду в питон и питоне продолжим и так надо нарисовать поле поле для крестиков ноликов у нас будет состоять вот 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 так это у нас перемена эта функция вот здесь его я пишу напишу int и field data то есть поле крестиков нолик это что три на три всего 9 элементов так вот сразу и создам такой массив три на три равно и вот здесь у нас будет нолик 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 вот вот такое поле то есть вот это значение это будет я думаю вы поняли братом если там от единичка наш крестик если там не единичка значит нолик а если нолик значит ничего не рисовать вот так есть теперь что есть нужно сделать отрисовку поля но давайте-ка будет draw field есть будет такая функция и отрисовывать это все добро я буду вот здесь после очистки экрана вот вот так так теперь сделаем реализацию функции draw field будет рисовать наше игровое поле и так что нам для этого надо для этого я заведу вот такую переменную она мне нужно равно тут без разницы высота ли ширина они у нас одинаково делим на 3 ну потому что у нас три области дальше запущу вот такой цикл в котором напишу и равно нулю пока и меньше двух плюс плюс и надо сделать две итерации и нарисовать две вертикальные линии 2 горизонтально и так надо нарисовать линии нарисовать линию давайте-ка я еще заведу пару таких функций джоу лайн это функция будет у нас у ее рисовать линии так или отрисовки линии надо нам передать координаты откуда она начинает рисоваться то есть int x int y дальше где она ну то есть точку а откуда начинает точку старта и точку окончания на это будет int x 1 int x 2 и по-хорошему цвет колор вот каким цветом рисовать эту линию и соответственно соответственно сейчас делаем ее реализации ты нарисовать линию чтобы нарисовать линию мы воспользуемся вот таким вот с дельными функциями сет рендерер дров колор сначала укажем цвет рендерер каким будем рисовать то color color rrg и color b ну и альфу да указать sdl али вот так и дальше нарисуем линию непосредственно есть у вас делья непосредственно вот она так и называется рендерер дров дров лайн вот и сюда передадим координаты то есть это будет x ой 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 почему x1 это x это будет y это будет x1 это будет y1 вот тут я что-то говорила думал об одном оговорил другое так y1 есть есть дров лайн теперь надо перейти вот сюда и вот здесь нарисовать непосредственно поле но вызываем функцию дров лайн и в нее передадим вот такие координаты 0 это будет у нас горизонтальная линия смещение некоторая дальше screen тут посуда без разницы дальше сет дальше 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 цвет а цвет то я не завел для линии исправлюсь к и это будет у нас филд лайн кола давайте филд лайн кола и рисовать ее буду черным цветом вот вот так вот до переходим сюда то есть получается смотрите рисую горизонтальную слева начинается и заканчивается справа теперь короче вертикально не буду вдаваться в объяснение думаю все в принципе понятно offset надо будет сместить плюс равно на самого себя есть а тут координаты каким образом поменять вот так вот 0 а это будет чисто вертикальная дальше offset ну давайте на всякий случай хотя без разницы у нас одинаковая ширина высота ну-ка попробуем есть вот нарисовали линии это наше поле соответственно будем тут кликать в этих полях и будем рисовать крестики нолики 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 крестики что ж так сколько там уже ведут ого 12 минут но надо срочно переходить на питон и все это добро делать в питоне и так что нам тут надо помним да а у нас тут не очищается ничего экран не очищается соответственно надо сделать и чистку экрана и нарисовать поле ладно приступая опишем цвет для нашего нет так давай такая вот так делаю давайте сразу чтоб быстрее дело шло скопирую здесь проще питоне проще с этим всем и сразу цвет я пишу как как вот так даже точки записать представляете вот есть описал цвет линии и описал цвет фона так что надо для этого для этого давайте сразу я напишу функцию где-то вот здесь будет функция объявляем функцию clear green вот и очистим наш экран для этого вызовем screen это тоже то же самое наши тоже окно что языки си просто тут по-другому назвал пусть так и будет и фил просто простая функция фил и передаем туда бы грамм кола дальше вторая функция которая нам сегодня нужна это надо нарисовать поле значит как она у нас там называется функция дроу фил так вот так вот и тут ее назовем так все делаем то же самое offset равно так а давайте-ка я сразу у нас там что было у нас там offset равно ск давайте я такую же петрушку и тут напишу тип убираем дальше screen на ширину делать делим на три целочисленное и запускаем цикл for x in range 2 всего лишь два раза по вертикали по горизонтали пробежаться надо и рисуем линию pay game вызываем дальше дроу дальше что мы рисовать линию не lines а одну линию дальше где мы будем рисовать вот такой у нас экраны дальше цвет нашей линии и дальше координаты это у нас будет 0 и такое смещение старт и вторые координаты это ширина и смещение но и тут в конце она просит ширину линии что кстати на языке си используя sdl сделать довольно таки проблематично то ой 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 копирую это меняем наоборот вот вот так вот теперь теперь надо это все добро куда-то тулить так так значит вот у нас цикл вызываем функцию clear screen вызвали функцию clear screen и наше поле нарисуем в самом низу вот когда вытянули все после того как пробежали по всем ивентам дроу field и еще нужно сделать вот такую штуку pay game как бы обновить экран ну то есть то что мы нарисовали это мы рисуем куда-то там в память вот и когда уже мы готовы то она из памяти пойди должно взять и но по аналогии да вот здесь вот мы в рендеры рисовали 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 и чтобы она отобразилась на экране надо вот вызвать эту функцию то же самое так смотрим 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 и запускаем что-то пошло не так и так где то я что-то не то сделал а а у нас этот offset не участвует точно где где-то функции что-то я уже вот так вот сделаем вот плюс равно есть вот теперь у нас есть аналогичное поле на питоне сколько у нас тут получилось строчек кода 39 строк кода на питоне так ну и пока вроде все четко все по делу на языке си мы уже перевалили за сотню то есть здесь еще 50 лет а здесь уже 100 строк код что ж такова жизнь и за все нужно платить но на сегодня все не забываем подписываться делиться ставить лайки это очень важно товарищи чтобы это видео набирала популярность и не только это от этого напрямую зависит популярность канала в целом ну и соответственно мою за мотивированность создавать всякие видео подписываемся на ютубе на рутубе на яндекс дзене ставим лайки пишем комментарии и все такое всем пока